МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире выпуск новостей, подготовленный журналистами Саянского телевидения. Сегодня в выпуске. Детские площадки демонтировать. Прокуратура подала иски на 4 детских сада. Все лежачие полицейские теперь соответствуют ГОСТу. Повысится ли от этого безопасность движения? Запись в молодежную книгу почета, фото на аллее звезд и шоу мыльных пузырей. Молодежь Саянска отметила свой праздник. Парад невест, карапузи и бега, карнавал для малышей. Так Саянск отметит 8 июля, день любви, семьи и верности. А теперь об этих и других событиях более подробно. В Саянске демонтируют оборудование игровых и спортивных площадок, которые, как ранее выяснили инспекторы в ходе прокурорской проверки, представляют опасность для жизни и здоровья детей. Прокуратурой города Саянска проведена проверка соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья детей при устройстве и содержании детских игровых и спортивных площадок в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях. В ходе проведения проверки на детских и спортивных площадках образовательных учреждений выявлено оборудование, несоответствующее существуемым нормам и правилам, находящееся в аварийном состоянии, непригодное для эксплуатации. Такие нарушения выявлено в шести образовательных учреждениях города. Оборудование, пришедшее в ветхое состояние, предоставляющее опасность для жизни и здоровья детей, выявлено прокуратурой в третьей и четвертой школах, в детских садах «Дюймовочка», «Петушок», «Росинка», «Улыбка». Выявлено нарушение свидетельствует о нарушении образовательного учреждения, требовании закона об образовании, в силу которого образовательное учреждение несет ответственность за охрану жизни и здоровья детей в период образовательного процесса. Шесть исковых заявлений о демонтаже детского оборудования переданы прокуратурой в суд. Исковые требования прокурора города удовлетворены в полном объеме. В настоящее время судебные решения уже частично исполнены ответчиками. На дорогах Саенска произведена замена восьми искусственных неровностей, которые не соответствовали ГОСТу и вызывали массу жалоб водителей. Но повысится ли теперь безопасность движения? Широкие, пологие и яркие. Новенькие лежачие полицейские, оборудованные в соответствии с ГОСТом, появились на проезжей части в ряде микрорайонов города. Нанесением разметки на обновленных конструкциях занимаются работники общества «Чистоград». По их словам, по сравнению с прежними конструкциями, перед новыми искусственными неровностями лихие водители даже не пытаются притормозить и летают по дороге, словно птицы. На полицейских, грубо говоря, жаловались автомобилисты, которым нельзя было проехать быстро. А жители, наоборот, были довольны, что водители были вынуждены притормаживать, то есть реально пропускать людей. А сейчас? Ну, а сейчас опасаться надо пешеходам, потому что ездят быстро. Теперь мы идем в полицейский, видите, летать можно не останавливаясь. Новенькими конструкциями водители довольны. Не страдает подвеска машины, не стираются шины, в салоне при преодолении препятствия не трясет и не качает. Радует и внешний вид проезжей части, отмечают они. Радует, как бы, это удобные полицейские, пешеходы на них. Пожелание, чтобы дороги были хорошие у нас, как бы, это вот сейчас, ну, вроде, подзаделали маленько. А пешеходам опытные водители советуют быть просто осторожными, ведь на пешеходном переходе людей сбивали не единожды, отмечают они. Финансирование на проведение работ по благоустройству проезжей части выделено из муниципального бюджета. За минувшие полгода Саянское отделение миграционной службы выдало около полутора тысяч загранпаспортов. Сотрудники УФМС рекомендуют, перед тем, как заняться оформлением документа, гражданам нужно узнать свою задолженность в службе судебных приставов. Так надежнее. За минувшие полгода Саянское отделение миграционной службы выдало 1425 заграничных паспортов. Это на 10 меньше, чем в прошлом году. Несколько разгрузить саянских специалистов УФМС по выдаче этих документов позволило то, что в зиме уже полгода действует свой пункт выдачи загранпаспортов. В настоящий момент на территории России действительны загранпаспорта двух серий. Старая номер 63, госпошлина за оформление которого взимается в сумме 1 тысячи рублей. Он выдается на 5 лет. И более востребованный 10-летний загранпаспорт. Госпошлина за его оформление составляет 2500 рублей на взрослого и 1200 на ребенка. По тому паспорту, что выдается на 5 лет, въехать можно не во все страны. Многие страны Европы его не принимают. Образец анкеты для получения загранпаспорта есть на сайте Госуслуг. Заполнить ее можно как в электронном виде, так и от руки. Главное, без исправления и четко. Появиться лично в миграционной службе еще до получения паспорта тоже придется для фотографирования на документ. И при себе нужно иметь фото для личного дела. По новому регламенту заполняется анкета, на анкету клеится любое документальное фото. Заверять анкету в отделе кадров не обязательно. Предоставлять трудовую книжку с места работы тоже не обязательно. То есть человек просто заполняет анкету, оплачивает квитанцию через сберкассу и подает документы. Также по новому регламенту, который вступил в силу буквально на днях, вновь вводится обязательная дактилоскопия. Пока только в Москве и Санкт-Петербурге с 2015 года на всей территории страны. Без биометрического чипа в паспорте с отпечатками пальцев в Америку, к примеру, не попадешь. И другие виды проверки каждый гражданин, претендующий на получение загранпаспорта, проходит основательно. Запросы делаются в разные службы. То есть делаются судебным приставом запросы, делаются ФСБ в управлении Иркутской области, делаются запросы информационный центр, это имеется в виду по судимости запрета, областное адресное бюро, то есть по регистрации. Да, поэтому срок оформления загранпаспорта составляет месяц. Сотрудники отдела паспортно-визовой работы при оформлении загранпаспорта советуют особое внимание обратить на наличие задолженности, то есть перед подачей заявления связаться со службой судебных приставов и выяснить, не должны ли вы чего государству. Случалось, что из-за копеечного долга сгорали путевки к заграничным местам отдыха. УФМС отказывала в выдаче загранпаспорта. Но сумма уплаченной госпошлины остается несгораемой в течение трех лет. Молодая, перспективная и деятельная. Молодой специалист и председатель городского молодежного парламента Анна Юшина побывала на международном форуме. О чем мечтает девушка сегодня? С 19 по 25 мая в городе Белокуриха проходил 5-й юбилейный международный молодежный форум «Алтай.Руста». Его участниками стали около полутора тысяч человек из разных регионов России и зарубежных стран. Саянск на масштабном мероприятии представляла тренер по работе с детьми инвалидами детско-юношеской спортивной школы Анна Юшина. Это мероприятие происходит на Алтае каждый год. Белокуриха курортный городок принял нас очень радушно. Когда мы приехали, нас из Иркутской области было 5 человек в команде. Когда приехали, все было организовано, размещение, гостиницы. Приехал каждый участник с проектом. Я приехала с проектом по развитию адаптивного лыжного спорта. Проект Анны вошел в десятку лучших проектов. На форуме молодые специалисты работали по различным направлениям – спорт, культура, образование, добровольчество. Первое место из 100 тысяч рублей получил автор проекта из Дагестана по юридической поддержке малобеспеченных граждан. Я очень рада, что съездила. И желаю, чтобы наша молодежь нашего города, Саянска, как-то откликнулась на это мероприятие, потому что оно проводится именно для них, чтобы они в себе тот потенциал, который заложен, реализовали, то есть создавали какие-то свои проекты и съездили, попробовали себя, свои силы. Я получила бесценный опыт для лица Анна. Образовательная программа форума осуществлялась по нескольким направлениям, в том числе и предприниматель, менеджмент социальной технологии, инновации. Стоит отметить, что форум АТР «Алтай.Роста» является единственным в России, который имеет управленческую специализацию. Понабравшись опыта, Анна задумалась о написании ряда проектов в сфере работы с детьми-инвалидами, и что весьма актуально и необходимо – создание в городе некоммерческой организации, осуществляющей деятельность в данном направлении. День молодежи, который отмечался в России 27 июня, отпраздновали и саянцы. На праздничной программе, организованной активистами организации «Молодая гвардия Единой России», побывала и наша съемочная группа. Ненастная погода не помешала молодогвардейцам провести праздник, посвященный Дню молодежи. После не получился он столь масштабным, как планировалось. Лиха беда начала. Говорят активисты Саянского отделения Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России». Традиция заложена. Дальше, несомненно, будет только лучше. Ведь все немногочисленные участники мероприятия, которые не побоялись дождя, были чрезвычайно довольны. Поехали! У кого всех больше? Салют из мыльных пузырей, танцевальная программа, игры и конкурсы. Во всех этих мероприятиях приняли участие все желающие юные саянцы, самые активные из которых были награждены подарками. Напоследок ребята загадали желания, среди которых была и просьба проводить такие праздники как можно чаще. Надеемся, что исполнится. Сегодня в Саянске живут и трудятся на предприятиях и в организациях города несколько сотен молодых специалистов. Имена самых активных и креативных впервые в этом году были занесены в городскую молодежную книгу почета. 20 лет назад в отечественном календаре появился День российской молодежи. Ненамного старше были некоторые участники вечера, посвященного празднованию Дня молодежи и чествованию молодых специалистов, делающих первые, но весьма уверенные карьерные шаги на своих предприятиях, в организациях, в общественной деятельности. Вы молоды, вы архивистичны, вы креативны. И пусть будет так всегда, даже в глубокой старости, чтобы билось молодое сердце. С праздником вас, дорогие друзья! Также молодые те, кому Александр Ермаков вручал благодарности мэра города за активную работу с молодежью в своих коллективах. Меж тем формулировка благодарности была интересная. За многолетний труд в области наставничества. А скорее за умение быть лидером и неравнодушие. Четкое понимание того, что милости не от природы, не вообще от кого бы то ни было не дождешься, будь то работа или развлечение. Просто грех проводить свои молодые годы, сидя дома, за компьютером. Ну, это, конечно, хорошее дело. Там много друзей, там много интересной информации. Но жизнь проходит здесь, и нужно ее проводить здесь. И вот когда вокруг столько много интересных ребят, веселых, таких живых, замечательных, то есть это просто потрясающее. Это грех не использовать, это всегда нужно использовать. Благодарности администрации города также получили и те, кому только предстоит получить статус молодого специалиста. Это семеро выпускников Саянского химико-технологического техникума и медицинского училища, закончившие свои учебные заведения с красными дипломами. Поблагодарить нужно и отдел по молодежной политике городской администрации. Не забыли отметить труд студентов в получении знаний. Также торжественно депутат Саянской городской думы Людмила Костюченко вручила удостоверение своим начинающим коллегам, депутатам молодежного парламента, и пригласила их, засучив рукава, принять деятельное участие в делах и решении проблем города. На вечере молодых специалистов, посвященном празднованию Дня российской молодежи, произошло еще два события. Во-первых, состоялось импровизированное совещание председателей Советов молодых специалистов, предприятий и организаций города, где было решено объединить усилия. У нас уже давно возникла идея о создании единого Дрянского Совета молодых специалистов. Кто за? Второе решение не менее интересно. В городе создана молодежная книга почета. 27 июня почетный работник образования Маргарита Захаревич занесла в нее первые имена самых активных и креативных, которым и сейчас все по ключу, и очень много еще впереди. Легко ли быть молодым? Нормально быть молодым. Иногда легко, иногда сложно. Аллею звезд устроили на мраморной лестнице Дворца культуры. И вместо всем тем, чьи дела были отмечены благодарственными письмами отдела по молодежной политике, на импровизированной звездной лестнице в небо было тесновато. У нас в жизни настала белая полоса. Делятся представители некоммерческой организации «Саянцы.ру», выигравшие очередной грант, на что они потратят 150 тысяч. Я была уверена, что мы получим самую высокую премию. Я была уверена, и так оказалось. Почему? Потому что мы не просто делаем добрые дела. Мы пытаемся работать в системе и работаем через интернет. Это нам очень помогает. Удача крыляет. Этим летом некоммерческое партнерство «Саянцы.ру» стало победителем в нескольких грантовых конкурсах. Так, проект по организации городского информационного центра признан лучшим на областном уровне. В городе информация расследоточена по разным источникам. И мы хотим собрать это воедино. Например, тоже база грантовых конкурсов. Удивительно то, что в этой базе никто нигде не сконцентрировал. А желающих поучаствовать много. Вот мы хотим сделать такую базу, чтобы к нам могли прийти горожане, общественные организации, частные лица, инициативные группы. И мы можем сказать, какой конкурс сейчас актуален, в каком они могут участвовать, и можем даже в этом помочь. Написать грантовую заявку. Также при поддержке городского центра занятости планируется создать базу рабочих мест. Награждение победителей состояло в здании областного правительства. В состав этого гранта входит тоже оборудование, тоже мебель, тоже компьютеры, два ноутбука. Затем, чего мы очень хотели, это фотокамера, штатив. Награду 150 тысяч рублей СНСРУ получит и как победитель Народной премии среди некоммерческих организаций Добру.ру. Лидерами программы также признано СНСКО общество инвалидов-колясочников «Шанс». Теперь на сайте Добру.ру идет голосование за лучшую добровольческую организацию России. Можно голосовать. Та организация, которая наберет большее число голосов, например, мы наберем 6 тысяч или 7 тысяч голосов, мы можем дополнительно к 150 тысячам получить еще 50 и более тысяч рублей. Это может быть 70, это может быть 80, это может быть 100 тысяч рублей. Поэтому сейчас мы очень хотели бы, чтобы горожане проявили активность, вышли на сайт Добру.ру, Народная премия, проголосовали за СНСРУ, либо за любую другую организацию. Сегодня партнеры организации предлагают варианты, на что можно потратить полученную премию. Это установка лавочек в детском парке и создание арт-объекта или помощь инвалидам города. Рассматривается вопрос и о приобретении для нужд НКО автомобиля. 8 июля в Саянске пройдет городской праздник «Вместе быть такое счастье», посвященный Всероссийскому дню семьи, любви и верности. Администрация Саянска приглашает на праздник всех горожан. Уже более 700 лет православные 8 июля почитают память святых Петра и Февронии Муромских, покровителей семейного счастья, любви и верности. Общегосударственный же праздник в России появился сравнительно недавно, в 2008 году. Тем не менее, с каждым годом его отмечают все более масштабно. Не стало исключением и Саянск. Новые конкурсы, программы, состязания, которые придумывают сотрудники городского центра народного творчества каждое лето, привлекают все большее количество участников массовых мероприятий. Впервые мы в этом году приглашаем всех девушек и женщин до 40 лет принять участие в параде невест. Это может быть любая женщина, мечтающая почувствовать себя невестой, а об этом, наверное, мечтают все. В семейное положение участниц конкурса организаторов мероприятия не интересует. Одни девушки получат возможность впервые пережить волнующие моменты свадебного торжества, другие вспомнить, как это было. Более того, для всех невест будет проведена бесплатная фотосессия, а лучшая из лучших, которая выявится в ходе интернет-голосования, получит памятный подарок. Милые девушки, очаровательные женщины, мы ждем ваших заявок, которые нужно подать либо в письменном виде, либо в электронном виде, на сайте есть адрес, либо просто позвонив по телефону 53814, 53815, либо просто зайти во Дворец культуры и узнать подробности участия этого парада. Мама и папа с детьми-дошкольниками смогут в этот день принять участие в традиционном параде колясок, гонке среди малышей, карапузи и бега и других красочных, зрелищных конкурсах и мероприятиях. Также впервые в рамках этого праздника мы приглашаем детские учреждения города принять участие в детском карнавале. Ну, надеюсь, что это будет тоже красочное, очень зрелищное и запоминающееся событие, которое не оставит без внимания всех. Праздничная программа начнется в Саянске 8 июля в 18 часов у Дворца культуры юности. Высокие награды, масса впечатлений и бесценный опыт. Саянские спортсмены-инвалиды вернулись со всероссийских соревнований. Профессионализм, твердость духа и воля к победе. Саянские спортсмены в очередной раз заявили о себе на самом высоком уровне. С 13 по 18 июня в Чебоксарах состоялась первенство России среди спортсменов-инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата. Иркутскую область представляли три спортсмена – Виктор Кочник, Дарья Иванова и Надежда Ирина. Мы первый раз ездим на такие соревнования по легкой атлетике, ну и такого ранга, сразу чемпионат России. Выступили, я считаю, успешно. Ставили задачи занять какое-нибудь место. Заняли две серебряных медали и одну бронзовую медаль завоевала Надежда Ирина. Дарья Иванова – первый среди спортсменов-паралимпийцев области в дисциплине толкания ядра выполнила норматив кандидата в мастера спорта. Всего в соревновании приняли участие порядка 350 спортсменов из 38 регионов страны, в которых, кстати, очень высокий уровень работы с инвалидами. Например, инвалиды, которые с ДЦП и колясочники, у них, например, используются специальные станки для толкания ядра, для метания копья, диска. С собой возятся эти станки. Ну вот, это было для меня новшество. Мы будем делать свой станок. Под каждого спортсмена индивидуальный станок, как лыжи, как коньки. То есть, все индивидуально. В перспективе советские тренеры, занимающиеся спортивной реабилитацией инвалидов, планируют разработку грантов, в том числе международных, финансирование, по которым позволят оснастить спортивный зал современным оборудованием. Победили, ну вот, развитые регионы. Это Москва, Башкортостан, Башкирия, Хантамансийск – очень сильная команда. Вот эти регионы, Санкт-Петербург, где все это развито, Новосибирск, где вот есть большие центры для инвалидов, деньги вкладываются огромные. Наша область, наверное, отстает на лет 10 от таких регионов. В 2016 году Паралимпийские игры пройдут в Рио-де-Жанейро, на которых соянские ребята планируют показать высокий уровень выступлений. И это все новости, о которых мы хотели рассказать вам сегодня. Всего вам доброго, до свидания.